Ещё один популярный персонаж Иван Дрёмин, севдоним Фейс. Его рифма в Санкт-Петербурге. Бургер вместе с другими песнями, где он рассказывает о красивой жизни, принесла ему всероссийскую известность среди школьников и не только. Но концерты в регионах часто отменяют. Чтобы понять, почему, достаточно услышать пару строчек. Правда, подобрать те, что можно показать в эфире, довольно трудно. Я курю, и мне... Я бухаю, и мне... 20 тысяч на кроссовке, Трачу деньги на... И трачу их без остановки. Кто-то называет его талантом, кто-то говорит, что такого рэпа вообще не должно существовать. Это влияние на молодёжь. Молодёжь слушает, некоторые ему верят, некоторые прислушиваются к его словам. В большинстве случаев это маленькие дети. Он пройдёт очень быстро. Вы нулевые, у нас глаза другие, иные. Мимо проплывают граниты вековые. А смотрите, сразу-сразу сформировалась группа поддержки. Это центр Барселоны, площадь перед музеем современного искусства. Один из самых популярных русских рэперов, которого сейчас очень активно слушают и за рубежом, живёт именно здесь. Олег Нечипаренко, псевдоним Кизару, читает в жанре трэп. Вначале буква «Т». Этот вид трэпа посвящён всему, от чего пытаются оградить молодёжь. Крабежи, психотропные вещества. Сам Олег продавал наркотики с 15 лет в Петербурге. В итоге сбежал за границу, сидел в испанской тюрьме. Тут всё на самом деле просто плохое притягивает. Не было там взрослого человека, да, со мной там, не знаю, отца, может, рядом, который бы сказал, «Ты что, Вася, дурак, что ли, вообще? Куда ты лезешь? Как бы там нету ничего хорошего».